Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара Резимахмут Лара. И я та самая Лара, которая уже полтора года назад одна переехала на постоянное место жительства в Турцию. Сегодня поговорю с вами вот о чем. Представляете, вчера у меня случилась беда, но для меня беда все, что нарушает мое спокойное время, мое спокойное житье. Вчера у меня перестал работать мой трицикл. Все знают про мою синеглазку, кто меня смотрит, да? И вот несколько дней назад, наверное, недели две назад, были первые сигналы. Я ехала, перестала загораться табло, и он остановился. Я выключила, ну, убрала ключ, выключила зажигание, опять включила, и поехали дальше. Но я сразу же тогда подумала, блин, ну, что-то не так, первый звоночек. Потом, через недели две, был еще второй звоночек. И вот вчера, когда я подъезжала к дому, он начал, знаете, табло гаснет. Хотела сказать, то потухнет, то погаснет, да? Ну, то гаснет, то загорается опять. И вот потом, знаете, такими вообще вспышками продолжала ехать. Но все было прям уже, я переживала, думаю, придется тащить на себе. Но, слава богу, она у меня умница, довезла меня до дома и прямо возле дома перестала работать. Вообще, я пробовала ключами, нет, но я уже вручную, благо дело, что здоровая девушка, да, дотолкала до места стоянки. Сегодня с утра, ну, вчера сразу посмотрела, сначала позвонила девочке, которая недавно делала трицикл. Она делала его в обе, у нее случилась такая история, что она приехала в Анталию, нет, в Аланию. И в центре Алании у нее тоже перестал работать. Вот просто, ну, не едет и все. Вот, она там нашла мастеров, ну, кто-то, наверное, тоже вот дал телефоны. Она позвонила, они приехали, взяли на буксир ее трицикл. А я спросила, говорю, слушай, ты сама за рулем ехала? Она говорит, нет, нет, они меня посадили в машину и сами довезли. Они посмотрели там, протестировали. У нее оказалось, что у нее какой-то блок питания оказался неоригинальный, хотя они покупали новый трицикл. Вот, ну, во всяком случае, так сказали. Они ей заменили его, вот, взяли 650 лир, так как у нее на тот момент разрядилась батарея, и они ее еще так же с толкача, ну, не с толкача, а как на буксире привезли к дому. Ну, и все, с тех пор она нормально ездит. Она говорит, очень такие воспитанные, очень профессиональные ребята. Я у нее спросила телефон, она мне все вчера скинула. Я подумала, что все хорошо, но они в обе. А от меня до обе, ну, это довольно большое расстояние, даже если они будут на буксире вести трицикл. И я подумала, что, ну, не может такого быть, что нет в Махмутларе. Я позвонила, сначала зашла в интернет, гугл в помощь, да, посмотрела рядом со мной мастерские, там четыре мастерских. Рядом, я думаю, ну, так, теперь нужно утром позвонить подруге, которая говорит по-турецки хорошо, много лет она живет в Турции. Вот, я ей с утра позвонила, говорю, у тебя есть знакомый кто-нибудь в мастерской? Она говорит, есть. Ну, она быстренько поставила диагноз, она говорит, у тебя полетели батареи. Вот посмотрим, права она или нет. Сейчас она позвонила, сказала, что все, сейчас она доедет до мастера. Мы сначала хотели, чтобы она приехала на своей машине. Мы подцепили меня и повезли. Ну, я боялась. Я говорю, слушай, ну, я боюсь, на прицепе вообще ни разу не ездила. Тем более на трицикле вообще ни разу не ездила. Вообще ситуация для меня действительно бедовая. Я не привыкла. Ну, в смысле, у меня в России все, что касается машины, всегда занимался муж и сын. И поэтому, ну, для меня вот первый раз такое, что... Во-первых, что я сама тогда купила, да? А теперь, что самой придется ремонтировать. Не знаю. Я говорю, у меня все, что выбивается из... Выбивают меня из колеи, это все для меня прям беда. Вот. Ну, значит, дальше. Договорились сейчас. Позвонила вот подруга. Сказала, что она сейчас сама доедет до мастера. Если он сможет, она его привезет прямо здесь, чтобы он посмотрел. Ну, чтобы нам на буксире... Нет, а если он не сможет, я еще и скинула телефоны четырех этих мастерских. Она позвонит туда, так как она, ну, тоже турчанка за столько лет. Ну, и будем дальше решать, что с этим делать, как ремонтировать. Я вам расскажу, как мы будем ремонтировать. Потому что, я думаю, мало ли, кто-то тоже, девочки, живут одни, да? И кому-то понадобится мой совет. Скажем, мой путеводитель по ремонту трицикла. Поэтому будьте со мной, смотрите меня. И я расскажу вам все подробно. Где, как, что у меня случилось, как это отремонтировали, сколько это стоит. В общем, все. Позвонила подруга. Доехала она до мастерской. Сказала, чтобы я сняла этот трицикл. Вот я его сняла. Сказала открыть аккумулятор. Я его тоже открыла. И все ей передать. Я все сняла, все передала. Сейчас сижу, дальше жду. То есть у нас сегодня как будто дорога на Барбароса закрыта. Потому что здесь автобусы и машины, и все едут. Прям. Ну, сейчас все проехали. Было прям много. Вот. А мы сейчас сидим с моей синеглазкой. Ждем. Ну вот, мастер приехал. О, там даже, да, одна. Вельки Бетана. Как немножко. О, вар. Гюзель. Гюзель. Будасалам. Вот один прямо вот. Будасалам. Это значит хорошо, да, Оля? Ага, Будасалам. Это у меня шесть батарей. Нифига себе. Будасалам. Будасалам. У меня тоже есть, да? Чересе. Нифига себе. Фуль. Сейчас фуль. Я не знаю. Пекина дэн, проблем на дэн, че решили. А, че проблем нет? Нужно учить. Нужно учить обязательно язык. У тебя с аккумулятором нет проблем. Ключ дать, да? С аккумулятором сказали, проблемы нет. Сейчас он заработал. Включили его. Сумку-то заберем. Ага. Возьми, да? Ну, конечно. Что оно у тебя? Да, про, да? Нет, она... Вчера была проблема. Может, у тебя у аккумулятора был разряженный? А как бы он у меня был разряженный? Нет. Он у меня полностью заряженный. Я вчера его заряжала. Ну, вот интересно, мастер включил. Оно раз и включилось. А что он же чайничный? Такой пыльный трицикл. Я сейчас его вытирала. Конечно. Надо вот это все, говорит, и снимать, и там все заново перебинтовать. Ну, так надо, как ее сделать, чтобы снять и перебинтовать? Узема, ну, ряги, мы селезем. Такой пыльный трицикл. Все, мои дорогие, отвезла я свой трицикл в ремонт. Мастер сказал, что там нужно что-то открыть, что-то перебрать и что-то заизолировать. Возможно, так и есть. Потому что вчера, раз были такие, как вспышки, я думаю, что где-то что-то коротит. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Вот, ну, что хочу сказать. Без знания языка это, конечно, было бы проблематично. Слава богу, что у меня есть Оля. Что она с ним все поговорила, все договорилась. Договорились, что в понедельник мне его отдадут. Я спросила, что так поздно. Ну, а потом мы вспомнили, что завтра и послезавтра мы уезжаем. Завтра мы уезжаем, собираемся за ромашками в лес, на природу. А послезавтра у нас воскресенье. Так что сделает он все в понедельник. Ну, слава богу, что аккумулятор у меня нормально. Они все проверили, потому что аккумулятор, мне кажется, это самое дорогое. Дорогие они. У меня шесть аккумуляторов. И каждый сейчас в районе тысячи стоит лир. Это шесть тысяч рублей. Это шесть тысяч лир. Это в рублях вообще 24 тысячи рублей. Пускай будет сколько-то. Я сейчас у него спросила, сколько это будет стоить ремонт. Он сказал, что он посмотрит. Он напишет в отца Коли. И, ну, тогда будем знать. Все, ждем продолжения в понедельник. Что это будет за ремонт и сколько нам обойдется ремонт. Если все будет нормально, я вам потом скину визиточку и контакты этого центра. У нас сегодня понедельник. У нас сегодня идет дождь. И мы поедем сейчас забирать мою синеглазку. Позвонили утром. Сказали, через час-полтора приезжайте. Будет готово. Спросила, что делали. Там сказали, ну, какие-то меняли проводки. Сейчас поедем, посмотрим. Ну, я дала им, они сказали, час-полтора. Дала им три часа на работу. Потому что, ну, понятно, турецкая полтора, час-полтора, это как раз будет три. Хочу попросить, посмотреть, что же они мне там меняли. Потому что, ну, непонятно. Во всяком случае, если будут там какие-то проводки хотя бы замотаны, заизолированы, я буду знать, за что с меня взяли деньги. Сказали, что 500 лир вроде работа стоит. Ну, с ними поторговались. Они сказали, ну, хорошо, 350. Оказывается, этот вызов был, вот когда он подъехал, посмотрел. Это тоже стоило 250 лир. Но нам не сказали, мы этого не знали. Ну, поедем сейчас, посмотрим, что. Ну, вот мы приехали за Майсинеглазкой. Мастер что-то сразу вышел, сел и стал его уже спускать. Ну, мы сейчас по-любому, я через транслейтер спрошу, что он там сделал, чтобы он мне показал. Вот такая мастерская здесь. А там оно, пойдемте, там посмотрим. Ну, а мы ее можем как-то открыть, посмотреть? Никак. Ну, вот. Мы со своей Синеглазкой приехали домой, теперь рассказывают дальше. Я открыла транслейтер и стала спрашивать у мастера, что же он мне менял. Он, ну, там что-то. Я говорю, нет, вы мне скажите, что вы меняли. Он, ну, там у вас с электрикой была проблема. Я говорю, а что с электрикой была проблема? Ну, там замыкало. Я говорю, ну, это понятно. А что вы сделали? Он поменял. Ну, я говорю, а можно посмотреть, что вы поменяли? Он такой, вы знаете, он так не то, что рассердился, но так я поняла, что он настолько был удивлен, что я спрашиваю. Ну, ну, вот поменял и несет такую эту, ну, как запчасть, там я показывала. И я говорю, ну, а можно посмотреть, как она у меня там, где вы ее поменяли, как она там выглядит помененная? Он, ну, нет, это же нужно все раскрывать. Я говорю, а где запчасть, которую вы меняли? Ну, я по машине помню по своей, что всегда, когда мне меняли запчасти, мы, я всегда забирала, мне сын говорил, забирала старую, чтобы видеть, что они меняли. Вот, он мне дал вот такую запчасть. Ну, вот с этой стороны я смотрю, что она, ну, действительно, как немножко подгоревшая. Ну, вот, ну, скорее всего, да, скорее всего, потому что раз она у меня искрила, скорее всего, что-то и было, где-то контакт отошел, я так понимаю, вот, и поэтому оно искрило. Я спросила, есть ли гарантия, он сказал, да, есть. Я говорю, не получится так, что я сейчас приеду, но у меня не будет работать, вы скажете знать, не знаю. Он говорит, нет, нет, так не получится. Ну, теперь уже я сама записала его телефон, спросила, есть ли у него ватсап, ну, ватсап был, он сказал, у него есть инстаграм, я это все найду. Вот, если мастер действительно хороший, ну, может такое быть, вот, это просто, знаете, когда не знаешь человека, вроде к нему, ну, какие-то опасения, да, испытываешь. А потом, когда будешь знать, а может, ему просто ключи будут давать, и все, и он будет ремонтировать. Ну, дай бог, чтобы не пришлось ремонтировать, потому что не хочется, чтобы что-то ломалось, поэтому пускай оно у меня очень долго служит. Тем более, посмотрели, батареи хорошие, вот, кстати, не посмотрела, но потом не будет дождя. Видите, опять идет дождь, сильный дождь за, хотел сказать, за стеклом, вот, и у нас все в порядке. Единственное, что меня в этой ситуации огорчило, я вот сейчас, когда ехала, стала смотреть на крышу, а там у меня, вот, смотрите, что? Как будто приезжаю, ну, как будто или сигаретку сбросили, она стояла возле дома. Я думаю, может быть, с крыши кто-то сбросил сигаретку, и она так припалилась, или что-то. Ну, конечно, я аккуратненько это заклею, и, ну, мне прям настолько жалко свою крышу, потому что она меня так хорошо спасает. Ну, и ничего сейчас не капает, все равно, блин, настолько было все красиво, и стало не так красиво. Ну, я надеюсь, что это все-таки, ну, какое-то стечение обстоятельств. Сейчас же не предъявишь за это, не скажешь, что вот у меня крыша, он не видел, какая у меня там была крыша, и что там, ну, ее не было, потому что я всегда все смотрю, все очень внимательно смотрю, аккуратно. Ну, все, мои дорогие, я надеюсь, я вам рассказала, если, ну, все подробно о ремонте своей синеглазки, если нужны будут кому-нибудь контакты, я, конечно, дам, но я хочу сказать, что я еще не знаю, как это будет на практике, как он сработал. Ну, вот я вам показала деталь, вот, да, и сразу, что хочу сказать, самое главное, обговаривайте работу до, ну, хотя бы пускай он посмотрит, да, и вы сразу договоритесь, чтобы он вам сказал цену, потому что я-то не спросила сразу цену, не то, что я не спросила, не я договаривалась с ним, поэтому я и не спрашивала, но никто его не спросил. Я говорю, и он сказал, что цена 500, но так как его торговля, он сказал, ну, хорошо, 350, сейчас он мне это напомнил, он говорит, вообще цена вот такой работы, это 500, но вам-то 350 за вас попросили, там, то-то, 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 ну, не знаю, вот, поэтому надеюсь, что видео было для вас полезным, я, как всегда, приглашаю вас, подписывайтесь на мой канал, как всегда, приглашаю, читайте мои посты в Инстаграм и в Телеграм, в Телеграм, в Инстаграм я выставляю прям каждый день, где мы бываем, там вот последний раз мы с девчонками ездили в лес, хотели ромашек набрать, набрали лаврового листа, набрали почек сосны, все, ну, и все, это я выставляю сразу в Инстаграм, прям, знаете, едем, снимаю, выставилась, еду, снимаем тоже, как будто со мной, о, что-то машины поехали, поэтому, кто хочет быть со мной поближе, скажем так, ну, почаще видеть меня, подписывайтесь в Инстаграм и там вот я каждый день, ну, точно так же в Телеграм, в Телеграм я выставляю уже такие актуальные новости по Турции, короче, подписывайтесь туда и туда, я стараюсь, все, остаюсь ваша Лара, целую вас, до новых встреч на моем канале, все, всем пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok